всем привет вчера немножечко запамятовал забыл сделать отдельный прогноз по ресурсам shark fx поэтому сегодня прям пораньше исправляюсь давайте посмотрим на наши инструменты более пристально с точки зрения данных shark fx и только по зонам выкидываем все остальные признаки и все остальные идеи и так с точки зрения зон маржинального обеспечения у нас по паре евро доллар тенденция среднесрочной долгосрочной идет вниз обязаны работать и далее вниз с точки зрения данных shark fx в принципе все то же самое пока выглядит по шарковому вот это движение набор покупателей в процентном отношении движение истинное продолжаем работать на продажу что может нас немножечко сдерживать видим что за торговлю понедельника в принципе сегодня вторник у нас уже такой флэт более того окончание прошлой недели тоже было флэта образное состояние то есть процентном отношении кто набирались у нас покупатели или продавцы это может быть первым признаком разворота но пока это только признак тенденция продолжается продолжаем работать откуда можем заскакивать на продажу первое на что обращаем внимание значит профит ратио ждем сигнал сейчас уже конечно поздно продавать потому что мы профит ратио как бы зашкаливает но в случае более глубокой коррекции возможно к индикатору мвп будем смотреть на то как себя вот здесь поведет индикатор профит ратио при понимании того что вот эти у нас покупатели начинают зарабатывать денег хотя бы столько же сколько и продавцы будем стараться заходить сделку на продажу сверху видим лимит очки держит поэтому неплохо также смотрится отбой от лимиток с точки зрения зон если посмотреть где у нас цели и где у нас необходимо выставлять отложенные позиции на продажу 1 19 39 это четвертинка стоп не видно куда можно спрятать поэтому просто пока бросаем середину мы и максимум коррекции который мы можем себе предположить это до зоны 1 2 1 19 81 стопы можно прятать за любой из этих максимумов целями продаж выступает 1 18 270 это неделька у нас и поэтому запас хода в принципе не совсем маленький но 80 90 пунктов можем отсюда выхватить как внутридневная сделочка смотрим далее пара фунт против американского доллара значит по тенденции под зонам у нас все выглядит по шартовому и среднесрочно и долгосрочно обращаем внимание на реакцию на недельную контрольную зону это первый признак такого ослабления всей вот этой тенденции видим что зону держит поэтому если работать то работать ограниченными объемами с точки зрения зон зашли уже в диапазон самых выгодных цен на продажу у нас 35 598 это четвертинка максимально докуда возможно коррекция это половинка 3630 стопики ставить просто за какие-то ближайшие минимумы вернее ближайшие максимумы целями по зонам 13370 смотрим внимательно на данные shark fx толпа в большей степени у нас в покупках в динамике мы пока не видим чтобы у нас начались количество покупателей ослаблять уменьшаться поэтому в принципе о покупках не думаем работаем только на продажу по чистому значению и по общему значению здесь как бы ничего интересного нет больше убыточных игроков у нас сверху поэтому я рекомендую продолжать эту пару продавать более того индикатор профит вот здесь профит ратио на закрытие америки в ходе вчерашних торгов сегодня на азии как бы показывал сигнальчик о том что можно продавать данную пару ну чуть ли не с текущих почему нет стоп спрятать за максимум и попытаться поработать вниз на продажу цели обозначили откуда продавать обозначили о покупках пока не думаю далее переходим пара австралийский доллар против американского доллара тенденция у нас выглядит по шартовому зона вот эту зону не удержали закрытие было ниже поэтому огромная вероятность того что мы достигнем цели 0 74 378 двое-трое суток даже больше день 2 3 4 5 суток мы уже находимся в диапазоне самых выгодных цен на продажу если мы где-то вот здесь продавали понятно эти продажи у нас должны были от стопиться но работая в пятницу понедельник в принципе вторник если стопы прятать за максимум мы обязаны еще в этой сделке сидеть и усиливаться мы можем тоже на небольшой коррекции спрятав стоп за любой ближайший максимум пытаться работать на продажу цель повторюсь цель у нас 0 74 37 с точки зрения данных шарков x у нас преобладает количество покупателей более 70 процентов здесь мы наблюдаем как бы общий набор покупателей но опять же видим что последние пять шесть торговых дней у нас такое флота образное состояние непонятно кто куда набирается в принципе приблизительно все это дело выглядит одинаково тоже неплохой признак на то что возможен разворот какой-то но это только возможен поэтому пока продолжаем работать по общей тенденции прям сейчас опять же продавать глупо профи тратил зашкаливает мы обязаны были продавать вот в такие моменты когда у нас покупатели начали зарабатывать деньги в принципе это было видно вот здесь покупки вот свой продажи вот здесь продажи вот сигнальчик на продажу вот крайний последний сигнал на продажу если сейчас небольшую коррекцию даст профи тратил опять начнет пересечение своих линий пытаемся продавать цели обозначили стопы ну просто пока за ближайшие максимум по чистому значению видим конечно не очень хорошо выглядит вот это вот ситуация стопы сверху лимитка есть какая-то сверху помним как такие лимитки цеплялись у нас на фунте на том же на австралии совсем недавно все таки цена к ним доходило и только потом обваливалась что это за лимитка не совсем понятно обращаем конечно не внимание понимаем что можем дойти до туда но если честно у нас здесь уже и недельная контрольная зона понятно что коррекция может быть вплоть до недельки поэтому очень осторожно продаем австрала сильно без фанатизма скажем так далее переходим новозеландский доллар против американского доллара ситуация та же самая что по австралийцу немножко мы зашли за нижнюю границу недельной контрольной зоны закрылись ниже вероятность достижения целей 0 69 41 достаточно высокая из диапазона самых выгодных цен на продажу обязаны были работать по технике здесь у нас был один паттерн можно было более глубокий паттерн найти пытаемся те кто уже заскочили сделку на продажу по технике держим эти сделки с точки зрения данных shark fx давайте посмотрим здесь вот эта ситуация непонятно но это буквально два-три часа в общем все это дело выглядит конечно по шортовому у нас набрали набралось достаточно большое количество покупателей да есть flat у нас по системе вернее по котировкам есть такой более-менее flat по тому кто же у нас набирается обращаем внимание на более старшую тенденцию до старшая тенденция у нас пока показывает все зашел смотрим как у нас выглядят данные стакана да здесь в принципе пока ничего такого прям явно выраженного мы не видим но видим что снизу огромное количество лимиток а сверху стопов и эти стопы конечно же мы можем собрать да может быть вот здесь мы уже разочек их пытались собрать сейчас опять возможно пытаемся собрать поэтому если входить непосредственно где-то с текущих то нужно быть предельно осторожным по той самой причине что уже несколько сигналов о том что может быть разворот прям сейчас опять же продавать нельзя то есть ждем какой-то небольшой откат ждем когда покупатели начнут зарабатывать вот он был сильный сигнал на продажу вот он был сильный сигнал на продажу но здесь такие тоже более-менее сигналы неплохие на продажу пока работаем по этим сигналом пока у нас нет меняется направление торговли по зонам по закрытию за зона 1 2 работаем на продажу цели обозначили по зонам здесь принципе все точно так же пока за продажу так далее переходим пара доллар против японской иены ситуация немного напряженная потому что по зонам у нас вроде бы тенденция лонговая вроде бы мы закрылись выше недельки вероятность достижения этой зоны достаточно большая порядка 70 процентов но мы уже трое суток непосредственно пляшем на зоне 1 2 а в случае закрытия ниже этой зоны у нас среднесрочная тенденция поменяется поэтому давайте уточнение искать как раз таки по возможности купить данную пару именно с точки зрения данных shark fx смотрим что у нас здесь по иене мы видим что начался какой-то непонятный но тем не менее никуда от этого не деться набор покупателей видим они тут есть динамики в процентном отношении идет небольшой набор покупателей это первый признак разворота поэтому наверное покупать все-таки с текущих ему достаточно опасно необходимо будет дождаться какого-то развития ситуации выхода за вот этот диапазон и только после этого принимать какое-то решение пока это все похоже на то что в большей степени мы пойдем не здесь в большей степени мы пойдем вниз у нас опять же начнут набираться покупателей ни в коем случае не должны будем эту пару покупать очень опасно ждем развития ситуации с текущих ничего не совершаем не смотрим уже ни на какие остальные данные потому что у нас разнятся данные по основным системам то есть радио и зоны показывают такие разнонаправленные направления далее переходим пара доллар против канадского доллара здесь по зонам у нас среднесрочная тенденция в лонг но мы наблюдаем еще с 25 апреля жесточайшее удержание сверху недельной зоны снизу нас держит тоже зона 1 2 зона 1 4 поочередно давайте посмотрим на данная шарка что у нас происходит в этом самом наборе в этом самом наборе в большей степени как я вижу ну смотрите то есть у нас вот это флэт никто не будет с этим спорить на этом флэте не сказать что критически но идет набор кого вот так продавцов до относительно начала этого флэта и относительно текущего положения у нас ситуация выглядит как набор продавцов следует на в большей степени мы должны рассчитывать на выход в лонг из этого флэта те кто вчера у нас заскочили вчера был неплохой момент для того чтобы зайти в эту сделку как по индикатору мвп так и по данным индикатора профит рати в те ситуации когда у нас продавцы начинали зарабатывать денежек столько же сколько покупатели каждый вот этот момент необходимо было строго по системе использовать для того чтобы попытаться войти сделку на покупку что нас может здесь остановить но вот эти тостопы должны собрать легко как мне кажется да а цели нужно поставить нам наверное ближайший на вот этой лимитной позиции что будет дальше непонятно если все-таки мы до туда дойдем те кто захватили сделочку на любом вот этом уровне необходимо сидеть первый тейки на обновление этого максимума 2 3 ставим сюда и в принципе после этого будем уже ждать какого-то дальнейшего развития ситуации по канаде все рекомендую просто удерживать ранее открытые сделки если они у вас есть далее переходим доллар швейцарский франк этот идет без возможности коррекции по зонам входов у нас не было ситуация чисто ланговая поэтому если и покупать данную пару то только с помощью данных ресурса shark fx опять же мвп достаточно далеко ни разу мы к нему не подошли к стопикам ни разу не подошли индикатор профит рати он не дает возможности тоже заскочить потому что мы у нас на критических значениях находятся прибыльные покупатели заскочить новых возможностей я не вижу более того вот сейчас что-то последние 10-12 часов как мы наблюдаем идет набор покупателей возможно это будет какая-то остановка этого движения поэтому наши царцы опять же лучше сейчас не смотреть то есть были моменты у нас на покупку но они были достаточно давно кто эти сделки держит но молодцы передвигаете просто стопы но новых сделок опять же я по данному инструменту не вижу в настоящий момент смотрим на золото и по золоту у нас следующая ситуация давайте сначала посмотрим по зонам что мы видим по зонам у нас точно так же как мы обращали внимание на на многие пары да где нас удержала неделька а сверху держит зона 1 2 по канаде это такая ситуация кстати тоже было то есть у нас есть объективно обоснованный признак почему у нас не пускают ниже есть объективно обоснованный признак почему у нас не пускают выше это крупные участники биржевой торговли сдерживают свои ранее открытые позиции от возможного получения маржин кола куда выйдем из этого диапазона тут только shark fx может нам помочь поэтому давайте смотреть внимательно общее движение на шартовом движении идет набор покупателей это выглядит конечно в большей степени на по продажному но здесь видим что эти покупатели в принципе неплохо так зарабатывают и не торопится поставщик ликвидности разворачивать этот инструмент по идее это вот здесь мы еще должны были искать точки входа на продажу до самые критические вот они . входа на продажу поэтому мы те кто все-таки умудрились заскочить как от зоны 1 2 при зашкаливании прибыли покупателей здесь же при повторном тестировании зоны 1 2 при зашкаливании прибыли покупателей те должны держать свои сделки повторный заход единственный момент который я вижу если технику сюда прибавить ждем обновления вот этих минимумов и после этого на небольшом откате вновь пытаемся продавать целями обновления вот этих минимумов здесь же большое количество стопов вверх нас не пускают еще то чтобы не пускает нежелательно идти вверх посмотрите сколько у нас убыточных покупателей поэтому все-таки держим этот инструмент вниз первые цели ставим на обновление минимумов а дальние цели в таком случае уже 12803 всем желаю поменьше стопов всем побольше профита на сегодня все пока пока